Вы смотрите наши новости в студии Евгения Даровская. Здравствуйте. Уровень воды в реке Олей на территории Рубцовска сегодня составил 570 сантиметров на 10 выше критической отметки. В связи с этим в город прибыла оперативная группа главного управления МЧС. В Рубцовском управлении по делам ГОЧС сообщают, что сейчас их работа обеспечит свободное течение паводковых вод в реке Олей. Главный у нас ледовый затор по территории города протяженностью 5 метров. Вот у нас сейчас главная задача его ликвидировать. Будут взрывать, да, я так понимаю? Ну, пока вопрос прорабатывается взрывниками. Надеемся, что его так промоют. Лед не сильно толстый. Потому что внизу у нас вода чистая. Должно его туда снести. В целом же власти подчеркивают, пока затопленных участков в Рубцовске нет. Поэтому задача спасателей – мониторинг ситуации. Уровень воды в реке замеряют дважды в день. Спасатели инструктируют жителей о действиях в случае подтоплений. Сообщают, где расположены пункты временного размещения. Предположительно, под воду могут уйти дома сотни жителей. Семья из четырех человек погибла в страшной аварии накануне вечером. ДТП произошло в Тальменском районе. В машине находились двое маленьких детей и их родители. Как сообщают в ГИБДД по Алтайскому краю, глава семьи не справился с управлением. Машина вылетела на встречную полосу. В результате легковушка столкнулась с грузовиком. Удар был такой силы, что пассажиры скончались на месте. О состоянии участника ДТП, который ввел грузовую машину, не сообщается. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства трагедии. Президент назначил нового прокурора Алтайского края. Им стал государственный советник юстиции третьего класса Александр Руднев. Срок его полномочий – пять лет. Об этом сообщает официальный сайт Генеральной прокуратуры. Александр Руднев – уроженец нашего региона. Родился в 1974 году в селе Нижняя Калманка Алтайского района. В 1996 окончил Алтайский госуниверситет и сразу же начал профессиональную карьеру. Его последнее место службы – Волгоградская область. Там он занимал пост первого заместителя прокурора региона. Сегодня открылась регистрация участников на «Тотальный диктант». Это традиционная всероссийская акция по проверке грамотности. Существует она, чтобы любой желающий смог проверить свои знания. В Варнауле в этом году будут работать 10 площадок. Это университеты, школы, библиотеки. С февраля в классическом вузе по средам проходят специальные занятия. Филологи помогают горожанам разобраться в правилах русского языка. Сам диктант состоится 13 апреля. Это будет суббота. Кстати, в прошлом году свои знания проверили более 700 барнаульцев. Присоединиться к добровольной контрольной работе по русскому языку можно на сайте акции totaldictant.com. В этом году в трех крупных спортивных учреждениях Барнаула проведут капитальный ремонт. Дополнительные средства, это 54 миллиона рублей, выделены из бюджета региона. Значительная сумма пойдет на ремонт училища Олимпийского резерва. Там планируют привести в порядок помещение для интерната, почистить кровлю. А в краевой спортивной детско-юношеской школе деревянные окна заменят на пластиковые, отремонтируют соколи и водостоки. Деньги на счета уже поступили. В ближайшее время в детско-юношеской спортивной школе объявят конкурс. И как только определится подрядчик, сразу приступят к работе. Ориентировочное произойдет в начале июня. Ремонтные работы этим летом проведут и на здании школы по боксу «Алтайский ринг». Как заверили сотрудники профильного министерства, на тренировочном процессе ремонт никак не отразится. Спортсмены будут на сборах. От начала учебного года все работы обещают завершить. Новый автомобиль, квартира, дача или путешествие. Весна – время исполнения желаний. Осуществить мечты жители края могут с легкостью. В этом им поможет кредит на крупную сумму на выгодных условиях. Что покупают в начале весны? По данным банкам, особым спросом пользуются крупные покупки. Именно за кредитами на них регулярно обращаются жители нашего города. Чаще всего кредит оформляют на ремонт, бытовую технику, новую электронику. Уже есть обращения от тех, кто планирует отпуск. Люди подыскают варианты для отдыха заранее. Впрочем, банк одобряет желание получить все и сразу. Именно для таких клиентов он предлагает специальный продукт. Если планы на весну глобальные, то с нашим банком «Восточный» клиент может оформить до 1 миллиона рублей с наличными с фиксированной процентной ставкой 9,9% годовых. При этом мы стараемся сделать процесс оформления максимально оперативно и комфортно. Большим начинанием большие суммы. Если вы хотите получить от этой весны все, то именно сейчас есть шанс воспользоваться предложениями от Банка Восточный. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Черникафорте «Эвалар» – самые популярные витамины для зрения. Это максимум черники лютеина и омега-3. Черникафорте для всей семьи. И даже детям с трех лет. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В краепеременная облачность, в предгорных районах возможен дождь. В Белокурихе до плюс 15. В Бийске, Алейске и Рубцовске около 10 тепла. В Варнауле без осадков, днем 8 градусов выше 0. Напоминаю, телефон редакции в Варнауле 722 440. К этому часу все новости, полная картина дня в вечернем выпуске новостей. До встречи.